Доброго вечера мы из Украины! Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. Сегодня мы откроем вот эту вот посылку и здесь находятся солнцезащитные очки. Ну, во-первых, я покажу эти очки, покажу, как они смотрятся, сколько они стоят, где я их покупал. А второе, я расскажу, как выбирать солнцезащитные очки и почему их нужно выбирать. Ну, для начала давайте откроем посылку. Я покажу, что за очки я заказал. Я, кстати, заказывал одни из самых простых, дешевых, но чтобы было все, что мне нужно. Ну, и внешне нравились. Итак, поставляются какие-то без коробки, без ничего. И, кстати, очки я заказываю на Алиэкспресс. Эти также заказал на Алиэкспресс. Заказываю не в первый раз. У меня есть уже обзоры некоторых очков на Алиэкспресс, которые я покупал, защитные. Это ноунейм, практически ноунейм. Но с множеством хороших отзывов. И, по возможности, мы это сейчас все еще проверим. Итак, поставляются без какой-либо коробки, без упаковки в пакете. Зато доехали отлично. Давайте снимем вот этот вот пакет. Доехали они отлично. Отлично же? Да. Доехали они в действительности отлично. Первое. Смотрятся они неплохо, но нужно мерить, нужно смотреть. Материал. Это, естественно, пластик. Матовый пластик. Матовая оправа. Вот такой вот имеет вид дужки. Сами здесь рифленые. Внутри матовые. И само стекло. Естественно, вы прекрасно понимаете, что это не стекло, а пластик чаще всего используется либо акрила и поликарбоната. Ну, а теперь немного теории. Если вы находитесь на ярком солнце без очков, это как раз и может стать причиной ухудшения зрения. Глаза нужно защищать от ультрафиолета, особенно если вы длительное время находитесь на солнце. Соответственно, если вы вышли там на 5-10 минут на улицу и без очков, ничего страшного не будет. А вот если длительное время находитесь на улице, час, два, три, пять, десять, вы находитесь на отдыхе, целый день гуляете на улице, лучше всего использовать солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром. И здесь также хочу сказать, что затемненные очки и очки с защитой от ультрафиолета это совсем разные вещи, и они могут жить независимо друг от друга. Соответственно, если вы покупаете какие-то no-name очки, вовсе неизвестные, самые дешевые, самые простые, то они могут быть солнцезащитные, затемненные, затемненные, но не защищать от ультрафиолета. Поэтому знайте, что купив темные очки затемненные, вы можете не защищать ваш глаз от ультрафиолета. Чем это плохо? А тем, что такие очки могут наносить еще больше вред. Из-за затемненных линз зрачок постоянно расширен, в итоге в глаз проникает даже больше нефильтрованных солнечных лучей, чем без очков. Когда вы без очков, на ярком солнце зрачок суже. А длительное воздействие как раз ультрафиолетового излучения повреждает сетчатку и приводит к существенному ухудшению зрения. Вот это, к слову, почему не стоит покупать самые дешевые и самые простые no-name очки и не проверять, есть ли здесь ультрафиолетовая защита от ультрафиолета. Далее стоит сказать, что, например, зимой, осенью, когда солнца мало, нужно также защищать ваши глаза, потому что от этого ультрафиолета становится не меньше. Ну, во-первых, летом при ярком солнце это максимальное насыщение ультрафиолетом. Далее, зимой при ярком солнце также достаточно много ультрафиолета и плюс ко всему, все это еще отбивается от белого снега. Соответственно, лучше использовать и затемненные очки, и защита от ультрафиолета. Кстати, есть вот пример. Вот смотрите, вот это вот незатемненные очки сейчас находятся. Это антиблюрей с защитой от синего излучения и здесь есть защита от ультрафиолетового излучения. Кстати, яркий пример. Незатемненные очки, но с защитой от ультрафиолета. Здесь затемненные очки и заявлена защита от ультрафиолета. И мы чуть позже это все проверим. Так вот, как раз и зимой, и летом, и осенью, и весной нужно защищать ваше зрение, ваши глаза от ультрафиолетового излучения. Даже если погода облачная, то ультрафиолетовое излучение все-таки присутствует, но, конечно же, его будет меньше. Далее по поводу маркировок и защиты от ультрафиолета. Ну, сейчас очень много вариантов продажи есть очки, которые и затемненные, и с защитой от ультрафиолета, даже относительно недорогие. Чаще всего такие очки маркируются как UV-400. Что такое UV-400? Это как раз ультрафиолет, ультрафиолетовое излучение. Здесь длина волны 400, это 400 нанометра, вот поэтому так и называется UV-400. UV-400 на все 100% блокирует ультрафиолетовый свет и полностью защищает ваши глаза. То есть, если вы покупаете очки, на них заявлено UV-400, можете брать и эти очки будут защищать от ультрафиолета. Это первое. Здесь как раз заявлено UV-400 и сейчас попробуем это проверить. Далее, существуют еще поляризационные очки. Что такое поляризационные очки? Это те очки, у которых есть еще дополнительное напыление, и в целом вся схема работает так, что это стекло, чаще всего это пластик, как я и сказал, и на пластике уже соответственные напыления. Напыление от ультрафиолетовый фильтр и также напыление, например, поляризационные может быть. Поляризационные очки или поляризационный фильтр нужен для того, чтобы убирать блики на стекле, на воде или на других отражающих объектах. Ну, например, вы рыбак и сидите возле водоема, постоянно смотрите на водоем, чтобы бликов от солнца не было, как раз поляризационные очки очень хорошо подойдут. Ну, или, например, вы водитель, чтобы было меньше бликов от солнца, от фар, поляризационные очки как раз подойдут больше и будет вам комфортнее. В целом, я так скажу, вот эти вот очки также заявлены и поляризационные. То есть, получается, что это очень хорошая комбинация. Затемненные очки с защитой от ультрафиолета и плюс поляризационным фильтром. Это также мы проверим, постараемся проверить, я постараюсь показать вам это все. Ну, и самым, наверное, идеальным вариантом будет все то, что я вот сказал только что, плюс фотохромные или хамелеоны. Соответственно, что это самый лучший, самый универсальный вариант для любой погоды и времени года. Работает это таким вот образом, что если, например, в помещении темно или достаточно темно или сумерки, то очки становятся, стекло становится полностью прозрачным. Если освещение яркое, очки становятся темными. То есть, в таких очках можно ходить повседневно, не снимая даже, например, в помещении. Это удобно, для многих это достаточно-таки удобно. То есть, и в темное время, и на ярком солнце их можно будет использовать. Как же проверить, есть ли в очках защита от ультрафиолета? Ну, самый идеальный вариант, берете какой-либо фонарик, их сейчас очень много, стоят они недорого, с ультрафиолетовым светом. Вот, пожалуйста, ультрафиолет. Это все хорошо видно, все заметно. Вот, пожалуйста, он светит. Соответственно, если я буду вот так вот подсвечивать коробку, вы видите, что она изменила цвет, есть подсветка ультрафиолета. Но, если я буду подсвечивать через очки, соответственно, ультрафиолетового света не должно быть. Он должен блокироваться на все 100%. Заявлено UV400. И вы видите, что здесь никакого света нет. Если я сделаю вот так вот, видно, вот так вот, нет. Вот так вот, видно, вот так вот, нет. Соответственно, получается, что здесь, как и заявлено, стопроцентная блокировка ультрафиолетового света. Ну и как проверить поляризацию, есть ли здесь поляризационный фильтр? Ну, во-первых, есть вот такие вот специальные карты. Вот сейчас картинку, вот эту вот картинку, мы видим именно так, как сейчас мы и видим. Если одеть очки или поляризационный фильтр, вот здесь в облаках будет еще расположен самолет. Сейчас я попробую передать на камеру, настолько это возможно будет. И вот такую вот картинку вы увидите. Не знаю, настолько хорошо это передается сейчас на камеру. Вот смотрите, вот так вот, видите? Нечеткий, конечно же, самолет, ну, видно. Но из-за того, что это старая карта, старая проверочная, она немножко уже вытерлась, но зато все видно. Но если я убираю, вы ничего не видите. А вот так вот, видите? Вот хорошо, отчетливо сейчас видно этот пример. Вот так вот работает поляризация. В домашних условиях вы можете так проверить. И я понимаю, что карта не у всех есть, а можно еще немножко и по-другому это проверить. Берем смартфон. На смартфоне мы сейчас отчетливо видим картинку. А теперь, когда одеваем очки и делаем вот такой вот поворот на 90 градусов, то видим, что очки затемняют и делаем далее поворот, дальше они осветляют. Вот это как раз затемнение и осветление означает, что здесь есть поляризационный фильтр или поляризационные покрытия. Соответственно, что? И здесь, как было заявлено, все соответствует заявленным характеристикам, как производитель и продавец заявил. Соответственно, что? Это недорогие очки. Кстати, это no-name бренд. И недорогие. И я, конечно же, их немного поиспользую, посмотрю, что к чему и как. Но в целом могу сказать, что данные очки соответствуют всем заявленным характеристикам, как было написано и указано у продавца. Также стоит, наверное, отметить то, что при первом впечатлении, когда я эти очки одел, у меня не создавалось впечатление каких-либо искажений или увеличений. То есть диоптрии плюс или минус здесь, конечно же, нет. И выглядит довольно-таки неплохо. Ну и пару слов, наверное, скажу о цвете линз. И да, цвет также играет роль не только декоративной и не только для того, чтобы как-то выделиться для моды и прочего. Например, для яркого солнечного дня лучше всего подходят зеленые, коричневые и серые линзы. Зеленые обладают наилучшей контрастностью, а серые меньше всего влияют на цветовосприятие, цветопередачу. Дальше есть еще желтые линзы. Желтые отлично подойдут для пасмурных и туманных дней, а также на рассвете и сумерках. Защищают от вредного излучения. Вот как раз эти очки с желтым оттенком, хотя слабо это заметно, но здесь есть желтый оттенок. На белом, вот здесь на коробке видно будет это или нет, но здесь есть такой вот оттенок. И они защищают от вредного синего излучения. Но здесь уже немного искажается цветовосприятие. Зависит, конечно же, от защиты от фильтрации синего излучения. Здесь фильтрация составилась у нас всего 35%, и цветовосприятие минимально меняется, практически незаметно. Также есть еще голубые линзы. Они нарушают цветопередачу, обеспечивают свободный доступ к глазам синей части спектра. И это самые, наверное, неудачные или менее удачные по цвету линзы. И существуют еще красные. И красный цвет раздражает нервную систему, вызывает повышенную утомляемость глаз. Поэтому красный также является не самым удачным. Так что имейте в виду, вот такие вот темные, коричневые, серые или желтые, выбирать лучшее что-то из них. И вот так вот очки смотрятся у меня на лице, на моих глазах. Не знаю, кому как, это все индивидуально. Кому-то нравится, кому-то нет. И одним подходит, другим нет. Мне, честно говоря, нравится визуально, как они смотрятся сами очки и как они смотрятся на мне. Так, это первое. Второе. Из-за того, что это достаточно такие большие очки, зона покрытия практически, ну вот я бы сказал, наверное, всего зрения где-то порядка 90%, может быть даже 95%. Минимально вот здесь вот выходит обычный свет, здесь полностью все закрыто, через верх ничего не видишь. И немного вот здесь вот снизу. Но все равно прилегают достаточно-таки плотно. Кстати, креплений или держателей вот здесь возле носа отдельных нет, но сидят очки неплохо. То есть мне нравится, наверное, 90% покрытия вашего зрения, вашего угла зрения, все отлично. Далее, что хочу сказать по использованию, скажу, что примерно на уровне таких же или немного даже дороже очки, которые используют вот такие вот солнцезащитные, затемненные, защитают ультрафиолета и поляризации. То есть при использовании этих очков, при ношении я какого-либо дискомфорта не ощущал. Примерно так же защищают от солнца, от излучения. Ну, на ярком солнце, конечно же, глаза ваши отдыхают и не напрягаются. Зрачок не сужается до минимальных размеров и вы можете нормально все смотреть, все видеть, все хорошо. В помещении, конечно же, очки вот эти вот мы снимаем и видим дальше точно так же прекрасно и хорошо. В целом могу сказать, что неплохие получились очки, даже учитывая ту стоимость, за которую я их купил. Ну, ссылку я оставлю в описании под этим видеороликом, вы сами можете перейти и посмотреть. Стоимость в действительности смешная, учитывая то, что получились они как внешне неплохие, так и заявленные характеристики по защите от ультрафиолета и с поляризационным фильтром. Ну, и плюс ко всему затемняющие очки, солнцезащитные. В итоге покупкой доволен, очень хороший вариант сменных очков при невысокой стоимости и заказе на Алиэкспресс. Все ссылки будут в описании под этим видеороликом, вы можете сами пройти и заказать, если вам это нужно. Если вам этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. Я предоставил довольно-таки много информации по выбору затемненных, солнечных очков, что лучше учитывать, когда вы будете их выбирать. Так что, ну, как минимум лайк и комментарий этот видеоролик должен был заслужить. Делитесь этим видео с друзьями, знакомым, близким, ведь многим эта информация, этот видеоролик может быть интересен и полезен. А я считаю, что практически каждый должен защищать свое зрение и заботиться о своем зрении. Ну, и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok